В нынешнем году выставка «Света рождественской звезды» собрала авторов самых разных возрастов. Свои работы представили образцовая студия «Декор» Милы Горченюк, студенты психолого-педагогического факультета Пушкинского университета и юные мастера из Брестка средней школы номер 10, а также художники Межрайонного общественного объединения мастеров изобразительного искусства, художественного промысла и ремесел. Эта экспозиция – первый подарок мастеров родному городу в канун юбилея. Я бы попросил, конечно, всех мастеров, чтобы они не успокаивались, всегда помнили, что у мастерства нет конца. Когда художник говорит, что он уже чего-то достиг, конечно, мы уже падаем. Надо всю жизнь быть учеником, давайте будем учениками, давайте будем развивать свой талант и будем обогащать своими картинами культуру нашего любимого кузова. Здесь работы и картины художников, здесь костюмы, которые выполняются, и учениками средней школы номер 10 под руководством мастеровых педагогов, знаменитых и талантливых. Здесь есть необычные куклы ручной работы, винтажные, традиции XIX века. Здесь также представлены иконы, надо сказать, что даже в первую очередь, иконы XIX века из фондов Брестского областного кровеческого музея и иконы, написанные мастерами уже в наше время. То есть это дар Богу, это было благодарение. Поэтому наша выставка, она всегда такая радостная, теплая. Для более полного погружения в рождественскую атмосферу первых посетителей вернисажа перенесли в ночь рождения младенца Иисуса и рассказали о духовном перерождении людей, узнавших о появлении Спасителя. Юные артисты Батличного театра студии «Беростейцы» под руководством Ольги Пешко представили постановку «Вифлеемская гостиница». Мы уже не одночасово выступали. Нами показаны спектакли «Ночь на Рождество», «Ти ночь на Каляды», так само показана «Грушевое древо», «Вифлеемская гостиница». Мы заявлялись удельниками разных конкурсов. Конкурсы проводит наш Центр додатковой адукации города Бреста. Много разово мы заявлялись их удельниками. Так само мы показываем представление для детей и их батьков нашей школы. Каждый из авторов картин по-своему увидел и прочувствовал тему Рождества. Кто-то перенес на холст литературной фантазии Гоголя, а кто-то воплотил рукописные иконы великих мастеров древности. Вместе с тем подобное разнообразие сделало выставку жанрово-насыщенной и многоплановой по технике и манере исполнения. Независимо от возраста художника, все работы дарят посетителям не только истинный свет рождественской звезды, но и пронзительное ощущение самого светлого и волшебного праздника. Вышивалось, конечно, еще в преддверии Рождества, поэтому воодушевление этого празднества, воодушевление и Георга Попелоносца, и также семистрельные иконы я вышивала с радостью, с теплым чувством, с надеждой на теплое будущее. Ирина Ольшова, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.